В мире набирает популярность модный тренд под названием пивная йога. Впервые идея о совмещении пива и упражнений йоги родилась в 2015 году на американском фестивале Burning Man в Неваде. На этом фестивале, как обычно, царила атмосфера всеобщего веселья и хиппи, представителей которых на подобных мероприятиях бывает немало, стали выполнять осаны хатха йоги, не расставаясь с бутылкой пива, которая здесь просто лилась рекой. Немного хмеля здорово раскрепостило этих веселых ребят, и то, что в трезвом состоянии они, может, и постеснялись бы делать, на веселе проделали без усилий. Это и подметили инструкторы по йоге из Германии Джула и Эмили. Такое сочетание настолько им понравилось, что они решили нести идею в массы. «Мы – сертифицированные преподаватели йоги и страстные любители пива», – пишут девушки-инструкторы на своем официальном сайте. «Обе эти вещи очень важны для нас, так почему бы не объединить их?» И по возвращении домой, не откладывая идею в долгий ящик, создали пивную йогу для тех, кто открыт всему новому и уже достиг 16-летнего возраста. В Германии пить пиво можно с 16 лет. Другими словами, философия этого движения заключается в том, что пивное увлечение вместе с концентрацией, которую дает йога, могут отлично дополнить друг друга и дать, если не просветление, то хотя бы отличный отдых после рабочей недели. А также пиво поможет перебороть в себе стеснение перед групповыми занятиями или недоверие к восточным практикам. Спасибо за просмотр! В скором времени мы найдем для вас новые истории!